Беседу со школьниками проводили старший инспектор службы участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Татьяна Пулькина и оперуполномоченное отделение по борьбе с экстремизмом и терроризмом Валерия Селезнева. Сегодня мы проводим лекцию профилактического характера с учениками 2-го лицея 5-го класса. Данные мероприятия в школах мы проводим постоянно. Они имеют огромное значение для того, чтобы в дальнейшем подростки не совершали преступления и правонарушения, а также не становились жертвами преступлений. Полицейские акцентировали внимание подростков на мелком хулиганстве. К нему относятся нарушения общественного порядка, которые выражаются проявлением неуважения к обществу. Это и нецензурная брань в общественных местах, назолевые телефонные звонки, скандалы на лестничных площадках, сопровождаемые руганью и шумом, насильственное вторжение в общественные места без очереди, уничтожение или повреждение чужого имущества. Такие правонарушения, когда подростки, допустим, в подъезде что-то поджигают, почтовый ящик, гвоздики. Вот это тоже у нас является правонарушением. За это тоже родители детей, мало того, что они должны возместить ущерб испорченного имущества, но еще и поставить на учебу. В ходе неформальной беседы сотрудники полиции также рассказали ученикам о том, как нужно вести себя на улице и в школе, насколько важно соблюдать нормы приличия. В частности, подростки не должны находиться на улице без законного представителя после 10 часов вечера. Учащиеся узнали и о том, какое губительное действие оказывает курение на детский организм. Вредные привычки чаще всего вызывают стойкую зависимость, которая может разрушить жизнь подростка и его родственников. В конце беседы ребята получили ответы на все интересующие их вопросы и поблагодарили сотрудников полиции за познавательный урок. В ходе таких встреч подростки получают важную информацию. Она необходима для того, чтобы в будущем они не совершали никаких правонарушений. Мне очень понравился урок сегодняшний. Я запомнила, какие правила надо не нарушать, а какие... Ну, не делать плохие дела, в общем, вот так вот. Мне понравился этот урок. Я запомнила то, что какие правила не нужно нарушать и какие правила нужно соблюдать. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.